В небольшом рабочем поселке Измайлово, что находится в самом центре Ульяновской области, в январе 2008 года был создан военно-спортивный и творческо-поисковый клуб «Патриот». Ему предстояла огромная работа по восстановлению утраченной справедливости в отношении многих судеб, воинов Красной Армии, положивших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Точнее, поисковая работа началась гораздо раньше, еще в 2005-м. Именно тогда на базе Школьного краеведческого музея «Измайловско-Шатровские места» сложилась инициативная группа, в которую входили не только педагоги, но и старшеклассники школы. Нам предстояло выяснить не только судьбу многих измайловцев, прошедших фронтовыми дорогами Белоруссии, Украины, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Ржева, Курска и дорогами Европы, но и тех, кто прожил свои последние минуты в Ивако-госпитале номер 3281 и навсегда остался здесь, в сосновом пору нашего поселка. На тот момент времени в списках военкомата значилось 45 фамилий, умерших от раны болезней в нашем госпитале. И 348 имен земляков проходило по региональной книге памяти, среди которых значились погибшие на фронте, пропавшие без вести, замученные в фашистских застенках, умершие от тяжелых ранений. Начиная заниматься военной историей края, тогда мы еще не представляли, какие перед нами будут лежать дороги, сколько невероятных открытий предстоит совершить. И теперь, собираясь вместе, мы вспоминаем, что поиск привел нас на международную вахту памяти в Смоленск в 2012 году, в Калугу в 2013 и 2017 году, в Туапсе в 2014. Мы прошли дорогами Волховского и Ленинградского фронтов в Ленинградской области в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. Приняли участие во Всероссийских исторических и поисковых форумах в Москве в 2010, 2015, 2019 годах. Приняли участие в военно-патриотическом форуме Приволжского федерального округа в Пензе в 2015 году. Работали в государственных архивах Ульяновска, Санкт-Петербурга и Москвы. В 2017 я стала лауреатом конкурса руководителей военно-исторических клубов «Делай, как я» в Москве. А мои ребята стали лауреатами и победителями многих конкурсов исследовательских проектов в регионе России, в Европе. В настоящее время подходит к абсолютному завершению работы над местной книгой памяти по рабочему поселку Измайлово. Теперь в ней значатся 547 фамилий измайловцев, не вернувшихся с войны. 90 имен тех, кто захоронен в нашем сосновом бару. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok